Всем привет, друзья! Для вас сегодня очень полезный ролик, как можно легко улучшить мобильную сеть на вашем телефоне. А именно это касается приема сигнала вашей сети мобильного оператора. То есть в каждом телефоне у нас встроена антенна, которая принимает сигнал от оператора мобильной сети. И таким способом мы пользуемся интернетом, совершаем звонки, пишем сообщения и так далее. И у каждого на телефоне эта антенна с разным усилителем и какой-то смартфон может принимать сигнал лучше или худше. Но дело не в этом. Я вам скажу, что по умолчанию во всех телефонах стоит автоматический поиск всех вышек и всех сигналов, которые присутствуют в вашем регионе или же там, где вы находитесь. И вы скорее всего замечали такой интересный момент, что у вас, к примеру, 4G сеть, потом через буквально минуту уже 3G, 2G. И эта сеть постоянно прыгает туда-сюда, скорость меняется и сеть в общем нестабильная. Из-за этого связь может быть плохая, может связь обрываться. Частично при разговоре человека может быть не слышно. Те, кто играет в интернет игры, либо просто пользуется интернетом для поиска какой-то информации, то соответственно скорость тоже меняется из-за переключения вышек и сети. Так вот сейчас мы это все исправим. Нам не понадобится абсолютно никаких программ. Все будем делать через стандартные настройки. Просто внимательно посмотрите, что я буду делать и повторите. Ничего сложного в принципе нет. И кому не жалко авансом подписка на канал, заранее благодарен. Итак, заходим в наши стандартные настройки и ищем у себя в телефоне пункт сим-карты и мобильные сети. Этот пункт в принципе присутствует на всех телефонах, неважно какой модели. Так что я думаю не будет проблем найти этот раздел. Заходим в него и здесь мы видим вот такие вот настройки. Нам нужно найти, где отображаются наши сим-карты. У кого две сим-карты стоят как у меня, то будет вот один и два. Я пользуюсь Vodafone. Если у вас одна сим-карта, то будет только единичка. Заходим допустим на единичку. И здесь нас вот встречает вот такое меню. Здесь нам нужно найти строку точку доступа. APN. Ищите внимательно, ничего не перепутайте. Нажимаем на нее. И дальше нас перекидывают вот в такое уже меню. Здесь написано общий МТС интернет. И здесь есть сбоку стрелочка. Она у нас перебросит еще в одно меню. Нажимаем на нее. Да, на самом деле переходов очень много. Нужно совершить все реально очень скрыто. Скажем так, очень сильно зарыто в дебрях эти настройки. Но вы можете реально повторить за мною и перейти сюда. Дальше нам в этом меню нужно найти, полистать вниз. Такой раздел как канал. Вот он у меня практически в самом низу. Тоже сбоку здесь стрелочка. Нажимаем на него. И вот мы попали туда, куда нам нужно. Здесь у вас будет 100% стоять галочка на строке не указано. То есть в таком случае у нас все вот эти сети, которые сейчас вы видите, они определяются телефоном автоматически и постоянно прыгают, переключаясь с одной сети на другую. И потому у вас меняется и скорость, и плохо работает интернет, и соответственно приложения тоже, которые имеют доступ к интернету. Нам просто нужно будет вручную поставить эти сети. То есть нажимаем, повторяем за мной. Выставляем вот до вот этой сети, GPRS. Остальное нам не нужно. Все, нажимаем ОК. И еще очень важный момент, не спешите. Есть внизу три точки, написано еще. Нам обязательно нужно нажать сюда и нажать сохранить. Если мы этого не сделаем, то у нас просто не сохранятся те настройки, которые мы сейчас поставили. Так что не забудьте это сделать после того, как выставите то, что нужно. И все. Вот таким образом мы улучшим сигнал нашей сети. Она уже не будет так перескакивать, как раньше. То есть все уже и так найдено, скажем так. И мобильная сеть будет держаться намного лучше. То есть если у вас включилось 4G, то оно у вас будет по максимуму долго держаться и не переключаться. Этим самым вы будете улучшать качество связи и работу интернета. Вот такая полезная настройка. Пишите по этому поводу комментарии. Также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч.